Ну что ж, теперь давайте о радостном поговорим. Наверное, будем снимать в несколько сюжетов. Так, посмотрите на это создание. Вон оно там. Мышка! Но почему-то она не ест морковку. Смотри, она моется. Моется, моется, не мешай мне. Мышка! Ну, вот. Вот, помимо того, что была сначала от этого вот, я купил ей вторую клетку, где она теперь может себя вести подобающим образом. В общем, сделал такой вот мостик из пластиковой бутылки, если кому видно. Долго я там мучился, конечно, блин. Вот видите, да? Вот этот вот туннель пересекает, и она переходит в ту сторону. У ней получается так. О, мышка! Давай, скушай морковку! Почему-то она морковку не кушает. Кажется, так потолстел. В год мыши мы решили завести талисман. И вот она такая. Вот ты одна, ты такая, я тебя знаю. Да? Честно говоря, я очень удивлен, почему она не ест... Блин! Да что ты тут понаставил стульев, блин, потому что сам она не спотыкаешься. Убери ее. Что она не ест? Морковку. Меня это крайне удивляет. Но сейчас попробую дам... Она убегает. Смотри. Вот таким образом мышь телепортируется... Давай, телепортируйся! Она переходит из царских хором, где она спит. Ну, застряла что ли там? Алло! Она любит там спрятаться. Давай! Смотри на нее. Че так светлее, блин, не поймешь. Эй! Она на готове. Она сейчас прыгнет. Ха! Че ты унюхала? Какие у нее лапки. На! Сыр! Давай уже! И вот она застряла в этом туннеле, блин. И не хочет выходить. Короче, спит она здесь, в своем летательном аппарате. Вот. На! Иди сюда. Иди, мышь! Такое ощущение, что она... Иди! Мы ее зовем Масяня. Масяня! Масяня! Давай, влази! И тут решила Масяня повернуть обратно. Я вот удивляюсь, как можно с такой толстой жопой пролазить в такую маленькую-маленькую девочку. Эй, Мася! Мася! Давай, вкусни! Сырок! Мне порой кажется, у нее какое-то настроение испорченное. Ну, я ее сюда перенес специально, чтобы здесь светло было. На, Мася! Ну, сыр! Че ты? Мася! На, сыр! Упусти, сырка! Оп! И куда понесла? Ой, блин! Все, заныкала! Заныкала! Мы отойдем чуть в сторонку, чтобы не мешать ей, и посмотрим. Последим, так сказать, за ней в ее естественной среде. Че, наелась, что ли? Мася! Ну, давай! Пригуби сырка! Слушай, чего она так это... Как будто у нее кто-то его отобрать хочет. Все, отвернулась. с жопом и никому не показывает, как она кушает сыр. Короче, вот такая вот шляпенция. Шляпа, то есть. Сделал я ей, значит, такую коробочку. Она поднимается. Но она, в общем, коробка от конфет. Ну, да, от конфет с дырочкой, чтобы можно было тут вытаскивать по одной. И она как раз встала... Ну, короче, была большая проблема, чтобы соединить это. Потому что эта была ниже, чем эта. То есть, старая была ниже, чем новая. И потому, пришлось тут доски подкладывать, то еще что-то. Старая вообще, он еще этим заматан. водичка. Тут водичка. А там, ну что, наелась? Словно под панцирем. Вот. И вот эта вот трубка. Там у нее еда. И чтобы вот так вот стабилизировать, сравнять, вы не представляете, как это сложно было сделать. Вот это вот переход. Но мы... Сделал я переход, и я его там прицепил. Вот на этих всяких проволоках. И теперь у нее такой, как бы, евротуннель. Ну, не скажем евротуннель, такой Russian, Russian tunnel. Русский такой туннель. Вот. И по нему она ходит. Короче, о, видишь, маяц. Здесь она вроде как живет. Здесь у нее, типа, апартаменты. Вот, считай, на третьем этаже. Она здесь тащится. Это сейчас, как бы, поставил клетку лицом. А там, где она стоит, в другой комнате, она стоит наоборот. То есть, так как эти мышки темные животные, ну, такие наружки, то она стоит у него, у нее, блядь, не трясит. Видишь? В домике, замке, там с той стороны нет выхода. Потому она здесь торчит. Ну, поторчи иди, давай. Сейчас. А потом я тебя вытащу, погуляешь. Ой, вай, вай. Какие глазки-то красные. Какая мышенция. Конечно, тем, кто боится мышей, то лучше не смотреть. Вот. Ну, короче, она лазит по этой трубе. Вот. И я и сделал всевозможные эти. Вот это вот прикрутил. Где эта палка? Вот эту шляпу. Видишь? Так знаете, какие-то продавцы продают такую херню. Они, это продавалось вообще в комплекте. И не, вообще дешевая какая-то там картонная. И она сразу же упала. И, короче, все здесь пришлось приворачивать, прикручивать. и даже вот, видите, придумывать ей балкончик и всякую такую хрень. Вот. блядь, сломал. Что ты будешь делать? Ну, это не я сломал, похоже. Есть кое-кому ломать. Она была целая. Вот эта вот шляпа, которая продавалась в комплекте, ее собрать было, блин, вообще очень сложно. Китайцы, блин. Ну, они же криворукие. У них вечно там все. Не из того места руки растут. Потому и вещи все делают, они как бы так немножко косоглаза. Вот. Ну, хоть хорошо это подошло. Это у ней такой вот летательный аппарат. Ну, прицепила его маманя прищепкой, чтобы он не падал. В общем, получается так, что там она спит. Это у нее апартаменты. Типа не хуже этих самых Moscow City, блин, небоскреб. Ага. А в старом таком домике это типа дачный домик. Она туда подходит под насрать. Вот. Ну и отдохнуть, типа. Вот. Ага. Сейчас мне надо будет сделать паузу, да? Я постараюсь вытащить эту... Снять эту штуку и дать ей побегать. Вы думаете, что такое? Это сиськи? Типа. Шутка. Ну, похоже, да? Что-то приставить такие два бугорка. Хе-хе. Буфера. Хотя на самом деле это ее игрушка. Ну, ладно. Речь не об этом. Короче, снял я эту штучку. Раз ты не ешь эту морковку, мы ее отбросим. Давай, мыша. Выходи. Выходи, мыша. Ну, выходи. Я просто боюсь, что ты меня укусишь. Выходи. Давай. Ну, выходи. Выходи, мыша. Выходи. Выходи. Я тебе шейку почешу. Я правда боюсь, я еще не брал на руки. Выходи. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Он пойдет. Пойдем. Пойдем. Как же ее достать-то? Чтоб она мне не цапнула. Мышка. Ну, выходи, не бойся. Мышка. Господи, чего она так сопротивляется? Мышка. Пойдем погуляем. Алло. Ладно. Придется сделать по-другому. Телепортация. Раз ты не хочешь так. Иди. Давай. Выходи. Пришло время гульнуть. Потусить. Давай. Ну, потуси. Хочу потусить. Ну, покатайся на буферах. Хе-хе. Давай. Ну, что ты там? Алло. Какая же она пугливая. Господи. Какая пугливая мышь. Давай. Ну. Ты слышишь, о чем речь-то? Ну, выходи же. Твою ж мать, она никак не может покинуть свой домик. Ну, гуляй. 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 Она сейчас, наверное, обселит материн суперское покрывало. Она потом будет, точнее, не будет в восторге. Нет. Ну. Давай, бегай. Мышь. Я ее почему-то все время мышь наживаю, хотя у нее имя есть Масяня. Блин. Твою мать. Ну, что ж у тебя в руках-то, ё... Тихо, тихо, тихо. Тихо, не ругайся. Детишки смотрят. Блин, давем мышь до инфаркта. Хотел сказать, да, органзм, блин, тупой. Ну, сюда себе, вот она, акробатка-то, а. Ну. Давай я его вообще уберу отсюда, а то ты без своего домика жить не можешь. Потом за него залезешь. Итак, мы смотрим на акробатические чудо-мыши. Асяня. Мась. Ну, все. Опять. Короче, залезла и не хочет гулять. Мася, ну, что ты такая пугливая, я тебе полную свободу дал. Поторчало бы здесь. Ты посмотри, какой огромный диван. У тебя тут столько, ну, этого, полезного пространства. А ты испугалась и залезла в щель. Эй. Не хочешь гулять? А? Моргаешь, моргаешь. Мышь. Мышь. Масяня. 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 Сям-сям. Мася. Мася. Короче, вот так. Не знаю, почему она не хочет гулять. У Маськи какой-то упад настроения. И морковки не ездал, и сырье ездал. Ни хера не ездил. Ладно, сейчас соберем. И покажем все, как было. Ну, вот. Все. Собрали. Собрали домик. Теперь все в ней поставим. Все поставил на место. Но она по-прежнему сидит там. И не вылазит. Дело все в том, что у нее еще один домик есть. И хочу сказать, что... В кавычках. Спасибо в кавычках китайцам, которые тоже... Узкоглазос. Узкоглазос. Мухчачос. Недодумалос. Вот. Этот домик должен стоять здесь. А поскольку он не может стоять здесь... А почему? Потому что, видите, вот этот вот... Этот выступ... Вот этот вот выступ. Вот этот вот выступ. И когда цепляешь его на эту часть... Этот выступ... Вот. Короче, клетка вот так вот нагинается. А, нет. Или вот так вот. И за счет этого она... Короче, его... Обрезать мне, конечно, этого не позволили. Но... Тем не менее, это тоже недочет. Китайских техноделов, блин. И потому пришлось ее оставить тот. Ну и еще одна причина есть в том, что тот домик... Маленький. И в него не влазит. Она толстожопая. Вот. Ну... Так она, конечно, ходит по этому трубопроводу. Вот. Пьет водичку здесь. И кушает тоже здесь. Срет она везде. Ага. Я там сейчас почистил немножко. Вот. Евро-туннель в порядке. Пьет она тоже здесь. И там тоже кушает. Ну, а... Подсирает она везде, конечно. Вот. Но почему-то... Не знаю почему. Но гулять она не захотела. Вы слышите пианистов. У нас сверху соседи живут. И очень хорошая слышимость. Как молодая пианистка играет Ари. А мышка тоже слушает и балдеет. Ну что, мышь? Ты тащишься, да? Она слушает музыку. Ну, ходи. Ну, ходи, пообщаемся. Перетрем тему. Хотя нет, все, она уже... Не знаю, вот какая-то неигривая. Вот она сидит целыми днями. Она тоже социофобка. Да. Когда пианисты начинают играть сверху, то здесь уже в тишине не побудешь. Они, бывает, так играют. Она еще и поет. В моей соседке сверху такой голос голосистый. Прям оперная дива. Так поет, что я даже просыпаюсь в другой комнате. Если сплю. Давай, мышь. Интересно, мыши слушать или нет? Или они глухие? Ты глухая, мышь? Ты слышишь пианино? Ну, в этом телефоне камера тупая. Здесь монозвук. Вот. Тоже китайцы, да. Они, очевидно, не то что косоваты, они еще и глуховаты на одно ухо. Потому, хоть и крутой хонор, но они все равно сделали его с монозвуком. И потому, когда слушаешь, у него одно ухо хромает. Потому, наверное, вы не особо-то пианино и слышите. Так, мышь, давай. Мы уже тут целое кино наснимали. Ой, блин, точно, слушай. Минут на полчаса, наверное. Ну, хорош уже там сидеть. Алло, давай. Резкости не хватает у этого телефона. Че за телефон? Ладно. В общем, не хочешь гулять, так не хочешь. Вот такая вот у нас, как я обещал снять, репортаж про двойной небоскреб нашей мыши. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин